И снова дичь господа, ну очень дешевый аппарат, я уже забыл когда последний раз обозревал смартфон за такие деньги. Это очередной шедевр от Santin и сегодня вы узнаете о нем все. Вот она их фирменная синяя картонная коробочка, не устану стебать эти коробки, страшнее которых только карабасы исподобули. Да и то не факт, по-моему обувная даже поприкольнее смотрится, но это ерунда, мы здесь не ради коробки, а ради ее содержимого. Внутри как обычно куски пенопласта, аксессуары как всегда у Santin беспорядочно свалены в кучку. Набор простой. Кабель, скрепка, зарядная и переходничок под наши розетки, вот и весь комплект. Но адаптер у нас не простой, от 5 до 9 вольт на выходе, а сам смартфон поддерживает зарядку Quick Charge 2.0. Старенький стандарт, тем не менее это лучше чем ничего. Сиськи мять не буду и сразу скажу, что перед нами образцовая, типичная китайская дичь. Вот этот смартфон в оригинале на сайте производителя. Придется откатиться на 4 года назад, год выпуска 2015. И какой смысл? Да, это настоящий ветеран, но смартфон абсолютно новый, постоянные мои зрители прекрасно понимают, что перед нами не ликвид, не распроданные остатки из прошлого. И это не удивительно, ведь на старте продаж этот аппарат продавали в Китае с ценником свыше 400 долларов. Охренеть! Теперь на него накатили международную прошивочку и продают уже под брендом Сантин на Алиэкспресс. Дикая классика. Низкая цена творит чудеса и помогает даже такой древний, казалось бы, не ликвид превратить в очень даже интересный ликвид. 50 баксов с небольшим просят за него китайцы. 3700 с копейками рублей. И это без учета купонов и всяких кэшбэков. Ссылки на продавцов есть под видео. Вот скажите мне, реально ли что-то стоящее купить за такие деньги в наших магазинах? Да или нет? Ну давайте выставим фильтр до 4000 рублей и попробуем поискать. Да, есть смартфоны за такие деньги, но то, что мы видим сейчас на экране, это такой шлак, который покупать нельзя даже с целью экономии. Вот оно, самое днище рынка смартфонов. Вот это и есть истинный неликвид. Все эти вертексы, микромаксы, тексеты занимаются реализацией настоящего барахла, одобренного Ростестом. Вот типичный пример. Vertex Impress City. Ущербный дисплей Pros MT6737 еще более-менее, обычно за такие деньги имеем 6580 или вообще спредрам. 1 гигабайт оперативной памяти, дохлая батарея на 1800 мА, все, у меня уже текут слезы от этой боли, не могу на это смотреть. Давайте-ка лучше перейдем к нашему дикарю, который для начала предлагает цельнометаллический корпус с отличным качеством сборки. Сверху и снизу зеркальные вставочки, на верхней находятся камера плюс вспышка и вспомогательный микрофон. На нижней мультимедиа динамик, сам металл матовый, не маркий и приятный тактильно. Аудиоджек на верхнем торце, на нижнем порт микро-USB и разговорный микрофон. Справа опять же металлические кнопки громкости и питания, а вот лоточек у нас очень скромный, всего на одну сим-карту размером микросим и без поддержки карт памяти. Какой печальный поворот. Да, для некоторых это существенный недостаток. Конечно же получаем широкие рамки по периметру экрана, но это сейчас они кажутся широкими. Еще пару лет назад это был стандарт. Под экраном непонятная китайская письменность, светодиод индикации пропущенных сообщений приютился над слуховым динамиком. С учетом того, что здесь фронтальная панель черная, рамки сильно не напрягают. Вообще, Actomo Ace доступен в нескольких цветовых решениях. Есть золотистый вариант со светлым фронтом и вот там черные боковые рамки будут бросаться в глаза. Размеры не огромные, но и не маленькие. Он не тяжелый, не толстый, то есть габариты абсолютно адекватные. И смотрите сами, как он выглядит рядом с Redmi Note 5, например. Дисплей хорош. Full HD при диагонали 5,5 дюймов. IPS-матрица. Воздуха под стеклом нет. На самом стекле олеофобное покрытие. Кстати, стекло без скруглений на торцах. Отзывчивый тач, мультитач на 5 касаний. Достаточный запас яркости и придраться тут можно только к завышенной минимальной яркости. В остальном полный порядок. Конечно, от смартфона из 2015 года не приходится ждать актуального процессора. Здесь установлен Snapdragon 615 и на тот момент это был просто шикарный чип. Он же использовался в таких известных моделях, как Moto X-Play, HTC One M8s, Samsung Galaxy A8 2015 и многих-многих других. Спору нет, сейчас это пенсионер. Хотя раньше он был весьма и весьма крут. Под нагрузками смартфон будет греться, причем даже при таких задачах, как просмотр видео. Этот чип никогда холодным не являлся. Конечно, плохо, что нет расширения памяти, но в то же время мы получаем накопитель на 32 гигабайта, из которых 26 к вашим услугам. И этого просто с головой, учитывая, что смартфоны за такие деньги, люди покупают совсем не для того, чтобы прокачивать их тоннами игр и фильмов. Оперативной памяти 2 гигабайта в 2015 году это было даже много, сейчас это бюджетный минимум. А вообще аппаратная часть тут почти точно такая же, как у популярного некогда дикаря Varga и Varga. Старожилы моего канала наверняка его помнят, там было все, то же самое, только оперативы 3 гигабайта. Ну и стоил он под сотню баксов. Можно ли на нем запускать требовательные игры? Ну, запускать их можно на любом смартфоне, а вот играть получится лишь условно. Все-таки 405-й Адрена в связке с Full HD дисплеем это далеко не игровой дуэт. Танки на низкой графике показывают средний FPS, 30 кадров в секунду, плюс-минус 5 кадров. То есть тянет еле-еле из последних сил и кайфа от такой игры не получишь. То же самое можно сказать о PUBG Mobile, только самые низкие настройки и периодические подлагивания гарантированы. Так что если игры, то что-то попроще из категории казуалочек. Конечно же пятый андроид уже давным-давно устарел, но с другой стороны все, что нужно, все работает. Естественно прошивка кастомная, без какой-либо поддержки. Есть полный набор языков, есть маркет и гугл сервисы, а вообще это чистый андроид, который не отличается широким функционалом. Нельзя управлять наэкранными кнопками, нельзя вывести проценты заряда батареи в строке уведомлений, необходимый минимум стандартных настроек. Все сурово и аскетично. Серьезных косяков не замечено, но есть косячки мелкие. Например, если в вашей телефонной книге в именах контактов используются точки или непонятный символ, и звонилка может вылетать, придется привести контакты в нормальный вид или установить стороннюю звонилку. Родной будильник работает некорректно, пеликает одну секунду и замолкает, решается проблема установкой любого другого будильника из маркета. Список стандартных рингтонов частично на китайском языке, но опять же ничего страшного, да и никто вам не мешает использовать свои собственные мелодии. Также вы должны быть готовы к периодическим подлагиваниям при навигации по системе, при переключении между приложениями, задумчивость иногда проявляется. Нужно понимать, что во-первых, железо тут бюджетное, а во-вторых, и это главное, прошивку под железо никто не оптимизировал, склепали и в продажу. С оптимизацией в таких смартфонах никто не заморачивается, это я надеюсь все прекрасно понимают. Но в настройках разработчика вы можете уменьшить скорость анимации, а также поставить лаунчер пошустрее и смартфон будет работать повеселее. Уведомления приходят исправно, в том числе при выгрузке приложения из памяти, проверял через ВКонтакте, никакой вирус не нет, антивирусы молчат и не жужжат. И посмотрите, что здесь есть еще. Хорошая новость. Да, это тот самый заветный модуль NFC, лично мне на него вообще параллельно, но судя по комментариям, есть отдельная категория пользователей, которые смартфоны без NFC не воспринимают принципиально. Естественно, никакой сертификации от Google тут нет и быть не может, поэтому беспроводная оплата через Google Pay из коробки не заведется, но другие платные системы типа Kiwi, Яндекс.Деньги и другие можно пробовать. Но, с помощью подмены идентификатора устройства или через Magisk, люди получают полноценный работающий NFC на подобных смартфонах, которые нормально взаимодействуют, в том числе с Google Pay. Объясни, что тут к чему? Нет, здесь я рассусоливать эту тему, конечно, не стану, все нюансы найдете на всем нам известном форуме ФОПДА в теме обсуждения Сантин Эктома Эйс. Там уже собирается комьюнити, выложили TVRP, выложили саму прошивку, в общем движуха вокруг этого смартфона начинает образовываться и это внушает оптимизм. Остальная начинка тоже заслуживает уважения. Гироскоп, магнитный сенсор, FM-радио, поддержка OTG, навигация, GPS и GLONASS тоже рабочая, правда на первый коннект со спутниками у меня ушло минуты две, но потом никаких задержек не было. Как вы уже поняли, тут нет ни сканера отпечатков, ни разблокировки по лицу, поэтому, чтобы зашифроваться, придется юзать пин-коды или рисовать хитроумные фигуры пальчиком на экране. Звонилка из него абсолютно нормальная, всех слышно и меня все слышат, ну и как часто бывает с коренными китайцами, здесь неполная поддержка наших частот 4G. В России LTE будет доступна только на третьем бенде, это один из двух основных диапазонов в России, но там где его нет, придется юзать мобильный интернет через 3G. Отдельный лайк от меня этот смартфон получает за звук, потратив смешные 50 баксов, просто не ожидаешь, что такой дешман умеет наваливать через наушники, а он это делает на уровне смартфонов, которые стоят в 4-5 раз дороже. Наушники прокачивает на ура, динамик тоже молодец, звук не писклявый и, что важно, достаточно громкий. Теперь посмотрим на камеру, она базируется на 13-мегапиксельном сенсоре Samsung S5K3M2, конечно это старенький датчик, он же использовался например в Redmi Note 3 в свое время. Интерфейс камеры очень простой, даже можно сказать примитивный, с минимальным количеством настроек, ну что, вот так снимает наш ноунейм при уличном нормальном освещении. Все здесь смотрибельно, адекватно, автофокус работает, в общем камера для такой цены, ну однозначно достойная. Пользоваться ей определенно можно и даже нужно, а это уже снимок при искусственном освещении, здесь тоже не все так плохо. И посмотрим на работу вспышки в полной темноте. Режим видеосъемки вообще не имеет каких-либо настроек, вы можете только менять разрешение, максимальное 1080p. Автофокус работает, смотрите примеры при разном освещении, также покажу вам как записывается звук и обязательно оставлю исходники, которые вы можете скачать по ссылочке под этим обзором. Прием, прием, как меня слышно, проверяем запись звука при съемке видео на Suntin Ectoma Ace. Фронталка на 5 мегапикселей, здесь использован сенсор OV5670. Простенькая камера, скорее для видеосвязи, нежели для селфи. Батарея сюрпризов не преподнесла, емкость почти 3000 мАч, если быть точным 2920. Часто под обзорами таких дикарей из прошлого я вижу комменты типа, ну там же уже батарея сдохла и деградировала за столько времени. Ребят, давайте расслабимся. Я основываюсь на практике и личном опыте, если батарея не использовалась и хранилась при нормальном температурном режиме, вряд ли с ней произойдет что-то ужасное. По крайней мере я с дохлыми и убитыми батареями в подобных залежавшихся на складах смартфонах пока не сталкивался. А таких аппаратов у меня побывало немало. Поверьте, телефон показывает абсолютно предсказуемую автономность для аккумулятора с такой емкостью. И с учетом того, что здесь не энергоэффективный процессор, а также Full HD дисплей. Конечно, это далеко не долгоиграющий смарт. 7 часов 20 минут. Именно столько он продержался в режиме непрерывного воспроизведения видео в качестве 720p через Wi-Fi. В режиме игр уходит 27-28% в час, то есть вариант не для залипания в экран. А вот в режиме звонилки с периодическим задействованием смарт-функций он спокойно протянет целый день без розетки. Скорость зарядки родным адаптером такова. За 30 минут 38%, за 1 час 70% и полная зарядка длится примерно 2 часа. Ну что, давайте смотреть на компромиссы и на недостатки. Только одна симка, нет карт памяти, есть мелкие, но не критичные программные недоработки и прошивка на стареньком Android без обновлений. Но с другой стороны, у любого смартфона за такие деньги можно найти и косички в прошивке, да и какая поддержка в таком дешмане. Я вас умоляю! Тут именно цена стоит во главе угла и именно прайс тут решает. Для смартфона это сущие копейки, за которые мы получаем и нормальный экран, и вполне юзабельное железо, и звук на уровне, камера неплохая и даже NFC есть. Немного пряморукой магии и этот NFC будет полностью рабочим. Я так прикинул, ничего лучше за 50-60 долларов я в руках пока не держал. Да, ты настоящий чемпион. При этом учтите, это мое мнение, я не призываю вас к покупке. Наоборот, трижды подумайте, прежде чем покупать любую подобную дичь из Китая. Я знаю, некоторые вообще не воспринимают такого рода смартфон и просто пишут говно. Но знаете, обосрать легко, а вот аргументированно обосрать уже посложнее будет. Поэтому прежде чем закидывать любой девайс с ссаными тряпками, предлагайте альтернативу за аналогичные деньги. А у меня все, традиционно жду ваши отзывы о смартфоне в комментариях, о нашей группе ВКонтакте тоже не забывайте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok